Какие дела? Отстроились? Да, он с репрессии снимает манты, и ты видишь, что у него все стопы заклеены, просто пластырем каждый палец. Это, конечно, скажем, ужасно, но искусство требует жертвы. Сказать, что болерон — это уже говорят люди, которые о балете знают только, что есть балет «Ледяное озеро» и все. Вы знаете, просто большой театр — это театр, о котором мечтает каждый артист. Здесь все создано для того, чтобы артист чувствовал себя комфортно. Когда приходишь в театр, ты попадаешь в какой-то омут, ты даже не знаешь, что сейчас произойдет. И ты видишь этих звезд, и иногда ты теряешься, когда ты приходишь в театр, когда вот здравствуйте, совсем надо здороваться как-то. Ну это все это... Об этом можно книгу, наверное, писать, о том, как ты приходишь в театр. Балетом был большой путь. Я пришел в балет в 11 лет. Это достаточно поздно. Я помню, что я перепробовал все. Меня мама отдавала на разные кружки. Я... чем только виноплавание, единоборство даже. Все было в моей жизни, что я ощупал, что я пробовал. И мне это почему-то становилось неинтересным. Ну, быстрее всех приплыл. Дали в глаз, я дал глаз. Но я не видел какого-то такой вот именно всей сути всего вот этого. И когда я пришел на балет, я сел в зрительном зале и посмотрел Дон Кихот. Это был первый балет в моей жизни. И когда я увидел, что парень прыгал, вертелся, я говорю, я хочу так. Я хочу попробовать. Педагог посмотрел меня и сказал, что у парня ничего особо такого нет. Ему надо очень много работать. И с тех пор я сказал, что я вот в балете. Я начинал тоже как любой артист, пришедший из Венгарха, с карты балета. Если ты это не ощутил на своей коже, ты это никогда не поймешь. Вот даже вот знаете, иногда люди критикуют людей за их танцы, но никогда не выходили на сцену. Вот знаете, мне всегда интересно было водить этих людей в трико и выпустить. Пусть они просто попробуют хотя бы на минуточку ощутить все это на себе. В тот год я приготовил шесть ведущих балетов. Шесть – это большой труд. И сделать каждую партию, например, раньше люди готовили полгода партию. А тут получился за сезон, я приготовил шесть ведущих балетов. Мужчина был, грубо скажем, домкратом. Да, он не танцевал, он выходил. Он красиво становился в позу, он поднимал балерин. Сейчас уже настолько вырос мужской танец, тоже то, что казалось, например, невозможным, сейчас уже все это делают. Я всегда, когда беру партию какую-то, любую, которую я готовлю, я беру артиста, который мне понравился в этой партии. Например, там один артист будет в «Лебедином озере», просто изумительно. И ты будешь смотреть и думать, почему так, что в нем такого, что нет, например, в тебе, и чтобы ты не уступал этому артисту, когда ты выйдешь на сцену. Если балерина становится на пальце, потом с пальцем медленно сходит, становится в арабеске, и это не… Да, они от этого тащатся, так скажем. Они от этого получают кайф, наслаждение от того, что они вот пятую ставили, вот красивая вот… и вот все, и вот в этом Европа. А вот у нас здесь, в Большом театре, здесь не… разница чувствуется в том, что, например, взять «Ромного Джульетта», там, где одни эмоции. Это можно сказать уже, да, это балет, но это настолько драматически все, настолько это должно быть сделано, что это ты приходишь не на балет, а именно на вот «Дам Театр Контакт». Ну, сказать, что я не представляю даже одного дня без балета, было бы глупо. Естественно, да, я говорю, я отдыхал, и у меня был отпуск, я чувствовал себя прекрасно на пляже, без балета, без… без балетных туфлей и без трико, но проходит неделя, и по мне что-то начинает, грубо говоря, ломка какая-то, вот что-то вот, что-то мне хочется сделать, вот что-то вот уже не хватает в моей жизни, что-то я вот хочу вот выйти на сцену, что-то может танцевать, вот что-то вот внутри меня, начинает вот именно бурлить. Хотелось бы что-то успеть, но вот из-за балета я понимаю, что я не могу совместить некоторые вещи, которые я бы хотел попробовать. Но я не жалею об этом, потому что я успею. я не вижу, я не буду говорить. Я не знаю, что я не знаю, И мне нравится.